Всем доброе утро! Мы садимся завтракать. Хорошо сегодня спали, потому что батареи в доме отрубило. И было прохладно. Баня только весь дом топила. Обычно, когда баню растапливают, то потом в доме очень-очень душно, и спать невозможно. Никакое проветривание не помогает, если честно. А сегодня отрубились батареи на втором этаже, и было хорошо. Почему батареи отрубились? Они не отрубились. Датчик температурный стоит там, у такого входа. А так как там была открыта дверь, достаточно тепло из бани туда тянуло, и ему нормально, ему 22-24 градуса. А то, что второй этаж вырубился, нормально? Нет, он был получен, во всем доме я отключил. У него все хорошо было. Классно, ну что удобно? Надо просто эту дверь закрывать, и тогда нормально будет. Ясно. Все, да, садимся кушать. На завтрак сегодня чаек, булочка с орешками, хлебушек, там колбаска, вчера рыбка, которая оставалась, ее с костей сняли. Димка еще картошку схватил, и баклажаны. Баклажаны очень вкусные, да, я хочу тоже такие потом приготовить. Рецепт взяла, так что покажу. Надо нарезку еще порезать, а то ее мало. Идти сюда. Есть еще. топим уже гриль с самого утра, ну потому что, если его здесь не топить, то здесь будет холодно. Потому что веранда такая, она не утепленная специально, потому что стоит гриль, если бы она была еще утеплена, то находиться здесь было бы вообще нереально. Вот, а так тут не утепленный пол. Но тепло из-за того, что гриль стоит. И батарея здесь одна. Все, уже собираемся домой. Домой, конечно, не хочется вообще. Из-за города в Москву никогда не хочется. Но что делать? Ехать нужно, у нас еще куча дел. Нам еще нужно будет по дороге завести домой свекровь, потому что она без машины. Вот, и... Сегодня вечером, короче, у нас еще дела. Нам надо будет с Димкой немножечко помотаться. Счастье-то сколько? Счастье-то сколько? Осторожно, лбом не влепись в изголовье. Сейчас спотеешь и поедешь мокрая. И... Хорош. Бах. Посмотрите, как я еще могу. Мы никогда не уедем. Все, хватит, пошли вниз, Машуль. Что? Уезжать парамышка. Что? Хочется тут немножечко еще поскакать. Поскакать? Но только немножечко, ладно? Потому что тоже все, свет в доме отключаем. Да, мама. Скажешь, пора ехать и выйду с вами. Точно, уверена? Да. А пока посмотрите. А то забудем тебя тут. Будешь тут жить одна. И... Жмяк. Сидим в машине, ждем Димку. Димка ушел по делам. А ты тут что делаешь? Рисуешь на стекле? А, ну. Ау. Смотри. Смотрите, что я сейчас напишу. Вот мне кто все стекло заляпал, да? Чего? Кто мне все стекло заляпал, а? Смотри. Нет. Не видно. Не видно. Мама. Что? У тебя есть какое-нибудь стекло замерзшее? Нет. Сейчас вообще ни у кого нет замерзшего стекла, Машуль. А зря. А зря? Я хотела какую-то коллегу молеку написать. Не, сейчас пока не настолько холодно, Маш. Маша. Что, все? Так быстро? Да ладно, так быстро, что ли? Что? Что случилось? Нет. Что такое? Удержайте. А, ты все, что ли? Да. Нифига себе быстро-то. Удержите, а я там не влезу. Хорошо, хорошо. Что, уже, что ли? Да. Вот ты, блин, мать, ты не стратегический вообще человек. Чего? А вот если бы я там не деньги в банк заносил, а наоборот бы грабил банк. Я только выбегаю, значит, с сумкой к машине, которая меня ждет заведенная. Где мы стоим? Ну ты же не грабишь. Около стенки? Около стенки. Все. Ну ты же не грабишь. Или ты грабишь, я что-то не знаю. Я выхожу, говорю, вы вот отъедьте, вот я залезть не могу. Поехали. Поехали. Все, домой теперь. А, теперь за баклажаном. За баклажаном. Да, и за соевым соусом. Да, и за соевым соусом. Мы доехали, мы дома и очень хочется кушать. Дим, а где у нас? В желтом, да, пакете? Что именно? В желтом, да. Плов. Плов, да. Хватит, хватит. Ну что такое, ну? Я перебиваю аппетит. Не надо перебивать, надо разогреть плов и покушать, и все. Я хочу сделать сосиски. Ты не будешь плов? Ты сейчас будешь делать сосиски, я буду сидеть и одна кушать, да? Ну, это мало. Кого? Мало. Я помню, что у тебя там вместилось половников шесть, наверное. Мало. Да, мало. Давай, разогреем. Так, и ты взял баклажаны, да? О, семечки взял, мои любимые. Я фанат. Так. Две взял. О, и этот, соевый соус. Что тут? Кикаман. Кикаман, кикаман. Баклажан один. Правда, в упаковке в такой. Других не было. Других не было, да, это в магазине же. Машуня, ты чего не переодеваешься? Что? А где моя коробочка? Какая коробочка? Ну, с красками. А ты переоделась? Мы покушали, я чуть с голоду не умерла, если честно. Не знаю, у меня всегда так бывает, что я вроде как покушаю дома, потом выезжаю, у меня опять наступает голод, и если меня не покормить вот прямо сейчас, то все. Я не знаю, почему, у меня всегда голод наступает, не постепенно, он у меня наступает резко. Хлоп, и я хочу есть. Хлоп, и я просто такая голодная, что прям зверь. Вот, так, все, сейчас займемся домашками делами, потому что у меня тут, мы когда уезжали, запускали посудомоечную машину, и она отстирала, и теперь ее нужно разгрузить. Сейчас мы ее разгрузим, и загрузим новой посудой. Я думаю, что на мойку не хватит, но загрузим, и тогда запустим ее уже ближе к вечеру, наверное, когда доставим туда посуду и оставшуюся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Теперь половину из того чеснока, который мы порубили, кладем в сковороду и обжариваем на масле. И теперь сюда складываем баклажанчик и обжариваем его до мягкости. Теперь добавляем чайную ложечку сахара. Перемешиваем и пару чайных ложечек соевого соуса. Кто любит посолонее, добавляйте побольше. Сейчас немножечко потушим. После добавления соевого соуса тушим 10 минут и выключаем. После того, как потушили 10 минут, засыпаем туда оставшийся чесночок. Посыпем сверху. Вот так вот. И под крышку. На этом все. После того, как баклажанчики у нас потомятся под крышкой хотя бы, ну, минуточек 10-15, можно будет выложить блюдо в общую тарелочку и поставить на стол рядом с салатами. В теплом виде или в холодном виде. Смотря кому, что больше нравится. Приятного аппетита! Ну вот и все, ребят. День закончился очередной. Думала я по поводу того, чтобы влог вынести отдельным видео, но потом решила, что нет. Оставлю во влоге. Все-таки влог это у нас что? Это мой день. То есть, как я живу. Разве я не готовила в этот день? Готовила. Так вот, пускай он там и остается тогда. Рецепт этот. Вот. И еще, кстати, что хотела сказать. Многие писали по поводу бани, что с нарощенными ресницами нельзя в баню. Ты что? У тебя нарощенные ресницы. И так далее. Хочу сказать всем огромное спасибо за предупреждение. Я после этого полезла в интернет узнавать, что и как. И вот, что я там нашла. Пишет, что можно или нельзя в баню во многом зависит от того, какой клей мастер использовала при нарощении ресниц. Я не знала, какой клей у меня мастер использовала. Поэтому, стоя уже перед баней, я засомневалась. Надимка говорит, что ты сомневаешься, неужели ты откажешь себе удовольствие сходить в баню сейчас и просто развернешься и уйдешь, не попарившись. Конечно, нет. В общем, он меня уговорил, сказал, что если вдруг даже все слезет, пойдешь нарастишь второй раз. В общем, я на все плюнула, пошла в баню. Ну и, как видите, ресницы на месте, ничего даже не склеилось, ничего не сошло. Все реснички как на подбор, как были, так и есть. Вот. Это радует, потому что это означает, что в том салоне, где я наращивала, используют хороший клей. Поэтому, девчонки, кто хочет ходить в баню, при наращивании ресниц узнавайте, клей выдерживает баню или нет. Вот так. Так что, не так страшно. Все. Но зато, ресницы остались на месте, но зато у меня почему-то слезли два указательных пальца. Лака. Ну, как бы, ладно, ничего страшного, потому что это я поправлю самостоятельно. Тем более, я давно хотела заменить цвет уже. Вот повод как раз-таки. Все. Ребята, всем до встречи. Всем до завтра. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok